В общинном центре горских евреев в Сокольниках прошли историко-этнографические чтения, посвященные Международному Дню Памяти Жертв Холокоста. Общественные деятели, педагоги, художники, студенты рассказали о нацистских преступлениях и покалеченных судьбах людей, чьи жизни были оборваны в лагерях смерти. Репортаж Лена Музык. Я иду по дороге смерти, но живой я, еще живой. В яр и женщины, и дети шли здесь в год 41-й злой. Я иду, и все плачу горько, слезы стынут в душе моей. Почему нам досталось столько злобы, ненависти, смертей? Израильские, американские и западноевропейские ученые, занимающиеся проблемой Холокоста, практически ничего не пишут о судьбе горско-еврейских общин на территории бывшего Советского Союза. Много написано научных, художественных книг на тему Европейского Холокоста, но совершенно не исследована тема Юга России и Северного Кавказа. В общинном еврейском центре горских евреев в Сокольниках собрались вспомнить историю Холокоста. Мы выбрали темой сегодняшних чтений, историко-итнографических, именно тему Холокоста. Мы будем эту тему в год как минимум два раза здесь обсуждать, потому что есть еще одна такая памятная дата, это 26 января. День спасения и освобождение еврейского народа от нацизма. Эта памятная дата в еврейском календаре инициирована президентом фонда Смеги Германа Хажбиловичем Захаряевым. Это один из главных проектов благотворительного фонда Смеги. В советское время существовала некоторая история с замалчиванием Холокоста. И во многом разговор о памяти Холокоста, в основном установка памятников, монумента и сохранение имен, они стали возможны только в новое время, когда в России изменилась некоторая политическая ситуация и появились множество инициатив. Холокост — это общечеловеческая катастрофа, а не только еврейская национальная трагедия. В 1942 году 114 горских евреев были расстреляны в Крыму немецкими войсками. А 23 июля 1942 года фашисты захватили Северный Кавказ. На занятой территории были два центра с поселениями — еврейский колхоз в Богдановке, под Моздоком и Минжинск. Окупанты на этих территориях редко создавали гетто и не использовали лагерную систему. Может быть, поэтому не было сопротивления как явление лагерной системы, когда евреи были вместе, они жили вместе и оказывали сопротивление. Но, тем не менее, сопротивление было, оно было индивидуальным. И, в-третьих, период оккупации этих территорий Северного Кавказа был относительно и сравнительно с другими периодами оккупации на других территориях западных. Он был сравнительно коротким. И процесс уничтожения проводился быстрыми темпами. Вот в этом тоже особенность. В период войны были созданы такие чрезвычайные государственные комиссии, которые должны были отслеживать ущерб, нанесенный нацистами и их союзниками. Нальчик освобожден был в первых числах января 1943 года. И вот уже 9 января, в принципе, был составлен первый такой акт. То есть буквально через несколько дней после освобождения. И в этом акте, пожалуй, фиксируется самое большое количество враждебных актов против именно горских евреев. 20 сентября 1942 года, накануне Йом-Кипура, всех евреев согнали в деревенский клуб. Наутро отобрали крепких мужчин и парней, дали им лопаты и велели вырыть большую яму за околицей. В полдень, когда яма была готова, мужчин расстреляли прямо в ней. А через несколько часов к яме пригнали стариков, женщин и детей. В этот день на околице Богдановке было расстреляно около 470 горских евреев. В Нальчике была на улице Кабардинская 6-я школа, где учился мой отец. Ему было 11 лет, когда немцы зашли в Нальчик. Пробыли они в Нальчике два с лишним месяца. Всех горских евреев уже переписали, назначили день сбора. Собрали там золото, кто что дал. И чтобы комендант от этого, как его, ну, чтобы не расстрелял. Он говорит, я не могу расстрел отменить, я, говорит, могу перенестись. Так как уже наступает со стороны Ильхотова, идет наступление Красной Армии, я могу перенести на 5 дней. И этим самым евреи спаслись в городе Нальчике. Не успели, короче. Горские евреи, они чудом избежали больших жертв. Все-таки жертвы, мы знаем, были, и эти колхозы, в которых евреи были убиты. Но именно вот Нальчике, на самом деле, вот такая история, она всегда слушается, всегда это как чудо. Очередной самолет прилетел и освободил из концлагеря моего отца и его товарища. Они предложили поехать в Америку. Мой отец отказался, так что он был старше в семье и сказал, что он должен помогать семье. Он приехал домой, открывает дверь. У нас огромный двор. Я еще в этом дворе жила, пока не закончила школу. Издали, подходит его отец и спрашивает, ты киней? Это на русском означает, ты кто? Он его не узнал. Только издали, мать его увидела и со слезами, мне же само это тяжело говорить, со слезами, келя, келя, коля, коля, побежала к нему навстречу. Чтение на тему Холокоста в общинном центре горских евреев в Сокольниках впредь будут проходить ежегодно. Организаторы призвали участников продолжить свои исследования на тему. Поиск материалов, документов, свидетельствующих о злодеяниях нацистов по отношению к евреям и к другим мирным гражданам. Продолжение следует...